И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео мы с вами вынуждены будем снова поговорить о коронавирусе, то есть о Jovid-19, как его называют в научных кругах. Тем более, ту тему, о которой пойдет речь в данном видео, также касается и Англии. О злодеяниях которых я уже говорил в своем предыдущем видео, когда затрагивал, а точнее сказать продолжал разговор о плане, о новом плане, своеобразном плане, исходящем от англосаксов под названием Большой Азербайджан. Да, дорогие друзья, спустя много лет англосаксы продолжают творить свое беззаконие в отношении многочисленных народов, проживающих на земном шаре, населяющих земной шар. И говоря о Jovid-19, говоря об этом ужасном вирусе, невозможно молчать в неочередной раз о ужасных действиях со стороны англосаксов. Сейчас вы прослушайте ролик, в котором пойдет речь не только об тех ужасах, которые творят англосаксы, но также речь пойдет и о наших соседях, о наших оппонентах, имеется ввиду армянах. Пойдет речь, почему Армения отказывается допускать до своих биолабораторий, своих в кавычках, потому что эти биолаборатории напрямую принадлежат Соединенным Штатам Америки, российских специалистов. Почему вообще Армении выгодно расположение биолабораторий на своей территории? Знаете, тот ролик, который можно сказать, сподвиг меня записать данное видео, подтвердил все высказывания, которые я озвучивал в своих видеороликах. Именно Армения, именно армянские биолаборатории, это та самая зараза, откуда, вернее, точнее сказать, которая является одним из центров распространения данного коронавируса. Сейчас многие спросят, а зачем Армении данные биолаборатории? Неужели они нужны только за жалкие подачки, которые осуществляет Америка, для поддержания данных биолабораторий? Но нет, дело не в этом. В дальнейшем, в том ролике, который вы будете смотреть, вы услышите то же самое мнение, что возникло и у меня. Биолаборатории для Армении нужны только для привлечения на свою сторону Запада. Сейчас я объясню, о чем это я. Грузия и Украина, эти страны заинтересовали Запад в основном своими, скажем так, независимыми высказываниями, радикальными порой высказываниями в сторону России. Эти страны могут себе это позволить. Украина за эти высказывания платит очень большую цену, но тем не менее она позволяет себе это делать. А может ли себе это сделать, позволить себе данные высказывания антироссийские, допустим, Армения? Конечно же, нет. Может ли Армения проводить хотя бы более-менее независимую политику, будучи союзником России? Тоже нет. То есть, может быть, на территории Армении добываются какие-то, скажем так, ресурсы, которые могут заинтересовать Соединенные Штаты Америки или Запад. Тоже нет. То есть, нет причин, из-за которых Запад был бы заинтересован Арменией. И единственная причина, по которой Запад имеет хоть какой-то интерес, определенный интерес в отношении Армении, это биолаборатории. И дело не только в том, что Армения согласилась на проведение на своей территории этих опытов, но дело в том еще, это место, где находится Армения. Потому что ни для кого не секрет, скажем так, негативные отношения между Америкой и Россией, Америкой и Ираном. Кроме этого, крайне напряженные последнее время отношения между Западом и Турцией. В связи с чем, вместо расположения Армении и позволения Армении держать на своей территории биолабораторию, это две причины, по которым Армения становится выгодна Западу. Ни своими землями, недрами, ни особым свободным духом Армения не может заинтересовать Запад. И только две причины, о которых я только что сказал. В связи с чем, это еще раз доказывает, что данная пандемия, которая сейчас имеет место быть в мире, тоже является во всяком случае одним из спусковых мест, крючков, именно является Армения. Возможно, вот эта пандемия, которая одним из спусковых крючков, который является Армения, и явилась проверкой для Армении со стороны Запада. Согласится ли она вот на это, на проведение данной акции? И согласившись, она действительно на некоторое время заинтересует Запад. Такое у меня мнение. Сейчас вы услышите подтверждение данных, высказанных мной мнений в ролике, видеоролике, который загрузил к себе на канал журналист Михайлов, Евгений Михайлов. Давайте послушаем. И посмотрим. Здравствуйте, с вами Евгений Михайлов. Три месяца назад мы выпустили нашумевший сюжет «Геологическая угроза из Армении», в котором рассказали о более десятках, так сказать, армяно-американских, а на самом деле, американских геолабораториях в Армении, на которые до сих пор российские специалисты не могут попасть, получая отказ официальных властей. Мы предлагаем вам в русском переводе сюжет, вышедший в Азербайджане, который сделали журналисты известного агентства ED News. В нем ставятся очень неудобные рэперные точки и акценты, на которые пока нет ответа и решения. За месяц до пандемии, после того, как руководству Армении стало очевидно, что на фоне мирового кризиса в условиях пандемии коронавируса не избежать социальных потрясений, возник вопрос о том, кого обвинить во всех своих бедах. Попытка расшатать отношения с Россией до конца не удалась. И более того, премьер Пашинян всячески пытается лавировать между желаниями подачек с Запада и требованиями к своему историческому союзнику о том, что спасайте нас, иначе мы пойдем танцевать с другими. Эта двойственная позиция завела Ереван в тупик. На Западе сейчас не до Армении, а Россия уже устала от новых властей этой страны, попыток обвинить во всех грехах Москву. В этих условиях мы вновь видим, что Ереван снова пытается вовлечь в свои игры Евросоюз. В центральных СМИ республики на полном серьезе размышляют о том, что Россия плохая. А вот ЕС уже выделил на борьбу с коронавирусом в Армении 90 миллионов евро. И более того, нужно еще лучше попросить. А то той же Украине и Грузии денег дали больше. Естественно, не будем делать акцент на том, что Украина с Грузией имеют больше населения. В Ереване этого не понимают. Здесь само сравнение заставляет задуматься. Уберите страны, взяли жесткий курс на конфронтацию с Россией. И сам факт помощи к этим государствам в больших объемах, чем Еревану, вполне логичен. Но здесь напрашивается вопрос о том, что не пытается ли официальный Ереван через СМИ донести западу мысль о том, что мы с вами и страдаем, и Россия нас бросила. Тем самым предлагая себя в качестве возможного форпоста для блока НАТО. Видимо, в этой связи не случайно усилились протесты против нахождения на территории республики российской военной базы в Гюмри. При этом Россия уже оказала Армении гуманитарную поддержку в борьбе с пандемией. Но об этом в самом Ереване стараются не говорить. Более того, в одном из крупнейших СМИ республики Армении вышла статья от 5 апреля 2020 года, в котором Москва прямо обвиняется в намерении заражения страны коронавирусом. Пожалуй, это высшая точка ханжества и неблагодарности со стороны государства, обязанного своим образованием и существованием России. Почему подобное происходит в Ереване? Не является ли это попыткой завуалировать очень большую и неудобную проблему, связанную с американскими биологическими лабораториями, находящимися на территории страны? Это вполне логично, ведь на фоне пандемии уже Китай прямо обвинил США в разработке коронавируса и его распространении. И на таком фоне Ереван очень блекло смотрится, и его надежды на китайские инвестиции тают день от дня. Факт американских лабораторий от Китая и тем более от Турции, Ирана и Азербайджана не скрыт. И более того, вполне вероятен вброс вируса на тот же Иран и близлежащие страны именно из Армении. Весьма неудобная ситуация, из которой Еревану просто так не выкрутится. И в этом правительство Пашиняна виновата само. И мы хотели бы прояснить, как Армения загнала себя фактически в угол и возможность стать окончательным изгоем на Южном Кавказе. Эпидемия коронавируса вместе со страхом, как снежный ком, катится от одной страны к другой. Для СМИ полная раздолье. Оказывается, ее предсказывали Иванга и Нострадамус, и даже Стивен Хокинг. И хотя эпидемиологи пытаются успокаивать народ, математические расчеты динамики заболевших и инфицированных ничего хорошего не обещают. В этом потоке пугающей информации, мимо внимания аналитиков, ускользнул один эпизод дипломатической хроники, имеющий самые непосредственные отношения к этой теме. Находящийся в ноябре 2019 года с визитом в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров особое внимание уделил завершению переговоров по меморандуму от опуски российских специалистов в биолаборатории Армении. По его словам, Москва рассчитывала на его скорое подписание. По итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнациканяном Сергей Лавров отметил, что подписание документа создаст дополнительную возможность для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности, сообщает ТАСС. «Считаем эти контакты с нашими соседями, союзниками, партнерами. Важной частью повестки дня в том, что касается вопроса безопасности в самом широком смысле слова», — сказал тогда глава МИД России. Министр напомнил, что у Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического, биологического и таксидного оружия и отбыва уничтожения, к сожалению, в силу категорических возражений США нет верифункционного механизма. «Мы многие годы пытаемся такой механизм создать, но американские коллеги предпочитают избегать такой договоренности и ведут дело к тому, чтобы по всему миру на двухсторонней основе создавать лаборатории как бы под себя», — приводит информагентство «Слова Лаврова». И в преддверии этого визита, и по его завершении, теми подписаниями меморандума о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении уделялось первостепенное значение. Почему Армении? Потому что ни в одной другой стране американцам не удалось насадить вокруг российских границ такого количества биолабораторий, как здесь. И чем чаще премьер-министр Армении убеждал российскую сторону в их полной безопасности, тем больше возникало сомнений. Несмотря на то, что все лаборатории подчиняются ОСО органам Армении, их курирует ДТРА, американское агентство по снижению угрозы, армянское подразделение которого официально возглавляет майор Мэтью Поули. Помимо армянских специалистов в этих лабораториях. Вот здесь хотелось бы акцентировать ваше внимание. Лавров незадолго до пандемии активизировался именно по направлению, связанному с биолабораториями. Ведь биолаборатории на территории Армении существовали и до этого. Но такой активации России по данному направлению незадолго до пандемии, что-то мне не верится, чтобы это было просто совпадение. Видимо, российский МИД знал некую информацию о некой угрозе, которая исходила из тех самых биолабораторий, принадлежащих Соединенным Штатам Америки. Насколько они были существенными, реальными, это вопрос другой. Но, видимо, некая информация была на тот момент уже у главы МИДа России, Лаврова. Такое складывается именно мнение. Потому что, опять-таки, данный визит был незадолго до пандемии. Давайте продолжим. В некоторых работают ученые, представляющие американского подрядчика, субподрядчика и субсубподрядчиков. Главный из них – СИТЭЧ-2М-ХЮ. Еще накануне этих переговоров Пашинян говорил, что отдал личный приказ пустить российских специалистов в лаборатории. И вообще у них никогда не было проблем доступа, не будя с того момента, как я стал премьер-министром Армении, говорил Пашинян в интервью российской газете «Коммерсанты». Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и когда захотят, еще не будет ограничений. Конец цитаты. Обратите внимание, он говорит, они там побывали, хотя, как вы знаете, это оказалось все ложью. Никого из российских специалистов как раз-таки не допускали и не допускают до биолабораторий. Очень важная ложь, которую произнес никто иной, как премьер-министр Армении. Продолжим. Не подписан по сегодняшний день. Репутация Пашиняна как политика, которой не лжет, сильно пошатнулась. В СМИ проходила информация о том, что несколько лет назад российских ученых частично допустили в отделы этих... Частично! А потом сказали, что нет, не покажем. Это означает, что в армянских лабораториях однозначно разрабатываются способы биологической угрозы. Обратите внимание, частично допустили и обещали допустить полностью. Но так и не выполнили свое обещание. Интересно. Давайте продолжим. По информации из неофициальных источников, в этих лабораториях разрабатываются вирусы, действующие на конкретные этносы. Подразумевается территория Турции, Северного Кавказа и Азербайджана. Вот здесь очень важно. Значит, Азербайджана, Турции и Ирана. А почему не говорят о России? Может быть, там затруд... И может быть, скажем так, не говорится о России, потому что именно основная работа в этом и заключается. А что касается угрозы Ирана, Турции и Азербайджана, это, скажем так, побочное направление работы. Тем более, то, что я только что высказал, подтверждается хотя бы тем, что российских специалистов не допускают данных биолабораторий. То есть, видимо, основной удар, на который настроены эти биолаборатории, это даже не Турция и даже не Иран. А как ни странно, Россия. Давайте продолжим. Можно предположить, что именно эти территории являются целью возможных эпидемиологических... Не совсем согласен. В наличии таких биолабораторий большой неудобный вопрос для Ивана. Именно поэтому Армении не допускают Россию в эти лаборатории. Информация о крупном исследовательском центре в Ухане, откуда, как предполагают ученые, не стал распространяться вирус, по закону висящего на стене ружья просто дался на было выстрелить. Так и случилось. Поскольку в Китае царит атмосфера секретности и распространение информации жестко контролируется, изначально существовала угроза, что при утечке патогена власти постараются замять этот инцидент. По данным журналом Nature, вирус SARS два раза сбегал из лаборатории в Пекине. Лаборатории четвертого уровня в мире не так много. Уханьский институт Китая единственный. Условия работы и меры безопасности наистрожайшие. Исследователи обязаны переодеваться и принимать дезинфицирующий душ до и после использования лабораторного оборудования. В лабораторию работников допускают только в герметичных скафандрах, вода подается очищенный воздух. Но Уханьский институт юрисологии занимается далеко не одним лишь поиском лекарств от опасных болезней. Лаборатория участвовала в секретной госпрограмме по созданию биологического оружия. Об этом рассказал бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохан. Некоторые подразделения лаборатории участвовали в разработке китайского биологического оружия, отметил военный. Но я сомневаюсь, что вирус мог вырваться из биолаборатории, говорит бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Негулин. Время и место выбрано идеально. Ухань самый центр страны, крупный транспортный узел. Вспышки эпидемии происходят перед китайским Новым годом. Если это и была диверсия, то скорее внешняя, чем внутренняя. И кто мог такое совершить, это секрет Палишинеля. Стравить людей вирусами, атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп, это тактика англосаксов, американцев. Еще более подтверждает это предположение список тех, кто вложил свои активы в биолабораторию. Это Сорос Сорос. Прошу прощения. Это та самая страна, которая дает убежище русским нацистам, такому как Шишкину. Это та самая страна, которую называл своим другом, не менее легендарной среди нацистских приспешников последнего времени, недавно ушедшей из жизни, имеется в виду Лимонов. И то, что Сорос решил поставить на территории Армении данные биолаборатории, надеюсь, это никого после того, что я сказал, не удивит, учитывая, что Сорос сам был нацистским, ну скажем так, молодым прихлебателем, 14 лет, при этом будучи евреем, что самое страшное. Давайте продолжим. В более позднем интервью, фрагменты которого включены в программу канала InfoWars, ему задают вопрос о том, правда ли что? Именно он виноват в финансовых коллапсах в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Японии, России. С гордой улыбкой на лице Сорос согласился, что во всех вышеперечисленных странах это он устроил кризисы. Я был в этих странах для того, чтобы зарабатывать деньги. Я не могу принимать во внимание и не принимаю во внимание социальные посредствия своих действий. Конец цитаты. Участие Сорос в любом проекте само по себе должно вызывать настороженность. Но у мирового сообщества последние годы, во-первых, чаще и чаще стали случаться проблемы с памятником, а во-вторых, выработалась привычка спить все проблемы на Россию и ее союзников. Как это случилось с постановкой шоу с якобы химической атакой в Сирии. Сколько было шумной реакции на очевидный спектакль. И никто не возбудился на отказ той же Армении допустить в БАК-лаборатории российских специалистов. Если бы такое себе позволил, например, Иран, что бы здесь началось? А если бы всем мировым сообществам отреагировали вообще на факт существования американских БАК-лабораторий, может быть и не случилось то, что сейчас происходит на наших глазах? На этом все, дорогие друзья. Я остановлю данное видео. Ну, что можно сказать? Факты налицо. И что самое страшное, этого как раз таки я и боялся, что то, что вы сейчас услышали, полностью подтверждают те высказывания, которые делал я и не только я в своих видео. Касательно того, что в скором времени Армения не просто предаст Россию, а она уже предала ее. На этом все, дорогие друзья. Всем до свидания. Всем пока. Всегда ваш Сеидов Кямран. Не забудьте подписаться на мой канал. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok